благочестие это когда вот человек рождается у него допустим хорошая память или врожденная способность всех уважать он всех уважает или у него способность распознавать людей он видит людей кто есть кто и он может тогда свой бизнес сделать хорошо то есть он не ошибается в помощниках с кем заключать сделку результате у него начинают приходить деньги это называется благочестие это все на основе добрых дел делается у человека в жизни добрые дела создают такие возможности вот ты человек делает добрые дела у него копится благочестие это есть то что не тратится не договориться что ты можешь копить деньги деньги это результат твоего благочестия вот сколько у тебя будет благочесть столько будет денег некоторые люди думают что можно больше можно больше если человек сильно потянет опять же своим благочестием насильно возьмет больше денег в своей жизни, с помощью каких-то махинаций финансовых, так, а притянул деньги себе. Вот эти деньги, вот это то, что он лишнего притянул, становится причиной его страдания. А вот то, что ему положено по судьбе, становится причиной его счастья. То есть, легальный способ получить, допустим, богатство, это благочестие. Добрые дела. У человека может быть, допустим, красивая внешность, это результат благочестия. Сила физическая, допустим, огромные там способности. Так, есть боксеры, они просто вот такие сложены уже, как богатыри, с ними ничего не сделаешь, никто не может их победить. Это природные способности идут с прошлой жизни уже. Называется благочесть. Сила человеку дается за любовь к труду, когда человек очень любит труд, трудится физически, ему бог дает силу за это. Память бог дает за то, что человек любит знания, он любит изучать, и бог дает им возможность запоминать в результате, в следующей жизни. Если человек любит людей, как бы дает им знания, то бог дает красивую речь, изящную и так далее. Если человек любит искусство, бог ему дает хороший голос или способности рисовать. Это идет от любви к рисованию самому. Или человек любит музыку, бог ему дает способности играть красиво. Это идет с прошлой жизни уже. Невозможно так научиться, как люди говорят, талант не разовьешь. Талант действительно, талант это благочестие. Но человек может увеличивать благочестие в этой жизни. И у него развиваются, он как личность развивается. Развивая добрые дела, человек меняет свой социальный статус жизни. Вот наше положение в обществе зависит от того, насколько развиты мы как личности. Вот когда личность развита, его сразу замечают те, кто развит больше. Чем больше человек развит, тем выше статус у него в обществе. Некоторые люди сами отказываются от статуса, им не надо. Они понимают, что вокруг них добрые люди, то есть им не нужна власть, им не нужны деньги, потому что они и так хорошо живут, у них есть люди добрые, хорошие. Обычно это священники, то есть люди, которые отреклись от мирского и просто испытывают самое высшее счастье, счастье в отношении с Богом и с верующими людьми. Верующие люди это те, у кого есть совесть. Они вот в этот слой входят людей, им больше ничего не надо, они и так счастливы, им не нужна власть, там деньги и так далее. Но нельзя сказать, что ни власть, ни деньги не нужны. Бывает так, что человек по природе руководитель, его природа такая, ему нужны и власть, и деньги, потому что это его жизнь, ему нужно так жить, нужно руководить, это его природа. То есть человек по природе может иметь, допустим, такую природу. Есть бизнесмен по природе, люди, которые должны торговать, им тоже нужно благочестие. Допустим, бизнесмену нужно уметь дружить с людьми, любить людей в целом, уметь дружить, ему нужно видеть, кто его обманывает, нужно чувствовать неудачу, где нельзя заключать сделку. Руководителю нужно видеть верных людей, учиться, уметь уважать старших, чтобы подчиняться властям и получать поддержку, защиту от власти получать. Потому что власть или разрушает, или защищает, у нее только две функции, она нейтрально не может относиться к человеку. Поэтому, если ты любишь старших, уважаешь власть, тебя защищает власть, не любишь – разрушает. Так работает вся система, в которой мы живем. Власть дается Богом везде, в каждой стране. Это ставленники Бога. В каждой стране в любой власть ставленники Бога. Иногда власть не очень хорошая. Тоже Бог так делает, чтобы наказать людей, которые там живут. Иногда власть лучше. Тоже Бог так сделает. Всегда кажется, что моя власть хуже, чем чужая. Потому что на чужом огороде лучше яблоки растут, да, чем мои. Как у меня, он сосед, у него прекрасный огород. Но на моем огороде есть одно дерево, оно дает красивые такие большие груши. И он ходит кругами постоянно, ну гости груши. У него там столько всего растет. Но груш нет таких. Он постоянно смотрит на мой огород. Всегда там кажется что-то лучше. В другом месте.